Приветствую вас, Анатолий, я так полагаю, что вас зовут Анатолий. Вы пишите, что потеряли веру в себя, не можете заставить себя делать что-либо, живете полгода как амеба, ничего не грязно, ничего не хочется. Смотрите, совершенно очевидно, что нечто произошло, совершенно очевидно, что что-то случилось, совершенно очевидно, что в вашей жизни произошли некие события, которые оказали вот такое влияние на вас. То есть, совершенно очевидно, что вы пережили какой-то кризис, или вы пережили какой-то психотразмирующий инцидент, психотразмирующие события. Возможно, вы где-то переутомились, старались, перенапрыглись. Возможно, вы чувствуете, как на вас что-то давит. То есть, вот апатия и депрессия – это, в принципе, разные вещи, но апатия – это, скажем так, временное явление, а депрессия – это все-таки продолжительное. Ну, в первую очередь, такое вот разделение у нас будет. Вот. И, понимаете, апатия и депрессия – это когда человеку ничего не хочется. То есть, все его желания, они подавлены. А не подавлены – надо, не подавлены – я должен, а не подавлены – чем ты и всё. И в этот момент человек, как бы, забывает о себе. В этот момент человек, как бы, просто перестает, если угодно, чувствовать себя. То есть, ему вот эти вот вещи, да, что я должен, ему вот эти вот вещи, что мне необходимо, что я обязан, становятся более близки, более близки, чем, ну, чем свои собственные желания. И также, вот, что очень важно, очень важно, на мой взгляд, сказать, также, вы, по-видимому, не имели своих собственных целей. Таких целей, я имею в виду, ну, таких целей, как бы, так сказать, ну, может быть, долгоиграющих целей, да, давайте вот, давайте, ну, так скажем. То есть, вот, именно долгоиграющих целей вы не имели, вероятнее всего, вероятнее всего, я в этом не уверен, наверняка. Я не хочу, чтобы вы думали, что я, вот, это говорю, ну, с какой-то, вот, такой, с твердой уверенностью, да, с убежденностью и так далее. Нет, я ни в коем случае не считаю, что я прав здесь на сто процентов, ну, хотя бы потому, что я, как бы, вас не знаю, да, и ваша ситуация, она, вот, мне, как бы, ну, неизвестна, вот, именно, наверняка. Ваша ситуация для меня неизвестна, наверняка. Вот. Поэтому это то, что, на мой взгляд, на мой взгляд, обязательно нужно исследовать для того, чтобы, ну, чтобы определиться как раз с тем, что действительно произошло. То есть, объективно, объективно, если бы у вас, если бы у вас были, были, были бы свои собственные цели, если бы у вас были, то вы бы смысла жизни не потеряли. И, ну, и, как бы, вот, такой апатии бы, да, у вас не было. Как вот вы ее, ну, к примеру, чувствуете, вот, сейчас. Вот. Поэтому здесь нужно только разбираться, вот, непосредственно, непосредственно с данными аспектами. Вот. И, соответственно, где-то, вот, в этой плоскости кроется ответ на ваш, собственно говоря, вопрос. Вот. Потому что, ну, на данный момент ситуация такова, что слишком, слишком, слишком мало, слишком мало информации вы дали нам. И, соответственно, все здесь, в основном, в роли, ну, в виде таких, эм, полупредположений, полупредположений. Вот. Чего я, если честно, ну, что я считаю, крайне неэффективно. Вот. Потому что, получается так, что мы, ну, вообще ничего же о вас не знаем, да. И ничего о вас, как бы, не можем сказать. Вот. То есть, плюсов, вот, в таком подходе достаточно мало. Вот. Я полагаю, что так вот можно вам ответить на ваш вопрос. Сейчас, сейчас я, значит, открою его еще раз, чтобы смотреть, ничего ли я не забыл. Так, хочу жить как нормальный человек. Ну, вот здесь, да, момент, что для нас норма, то есть, что вы считаете для себя нормой, эм, вот. То есть, такое ощущение, что, эм, для вас вот эта, вот эта норма, да, норма для вас, она, эм, очень важна. То есть, она важнее, эм, для вас норма, э, важнее, чем, вот, может быть, даже, э, ваши собственные, э, желания, ваши собственные, переживания и так далее. Вот. Опять же, я не утверждаю этого наверняка, эм, сейчас, э, не хочу, чтобы вы думали, что я здесь что-то, поставил, э, вот, но, тем не менее. То есть, вот, э, жить как нормальный человек, это значит жить, э, э, не по своим желаниям. Потому что тот, тот, кто живет по своим желаниям, тот в норму укладывает очень и очень редко, редко. Вот. К сожалению или к счастью. Вот. Поэтому, может быть, э, э, в этом также кроется причина того, почему, блин, э, э, не чувствуете себя хорошо. То есть, вы пытаетесь быть, как все, игнорируя при этом свою индивидуальность. Что касается веры, то есть, вот, вы пишите, что потерял веру в себя, то, знаете, как сказать, э, э, ну, вера в себя, это, э, такая история, на мой взгляд, очень, э, э, сомнительная, в том смысле, что, э, э, сегодня вера есть, э, э, сегодня вера есть, э, а завтра ее нет. То есть, я бы не сказал, что, э, э, вот, знаете, как, э, я бы не сказал, что, э, э, ориентация, э, ориентация на, э, веру, именно, именно, ориентация на веру, э, э, на веру в, э, допустим, ну, допустим, себя, э, вам, э, может, э, помочь, потому что, э, э, все-таки вера, это вера, а вот, то, что вы хотите, то, что для вас, э, э, то, что вам важно, то, что вам интересно, то, что, ну, то, чего вам хочется, это совсем не то же, не то же самое, э, вот, поэтому вера здесь, ну, в данном, в данном случае, на мой взгляд, вера здесь, э, э, скорее, э, сбивает с пути, нежели чем, э, э, придаёт, придаёт какой-то силы, поэтому больше всё же на, на чувства, э, э, желательно ориентироваться, вот, другое дело, что это за чувства, вы говорите, что, э, вам, э, ничего не интересно, а, э, давайте попробуем, тогда раскрыть, э, вот, значение, э, что такое интерес, э, вообще, по-вашему, как вы его понимаете, вот, и так далее, то есть, э, вынимаетесь ли вы чем-то ради, например, э, э, процесса, или, ради цели, ради результата, вот, это тоже очень важная такая, на мой взгляд, история. Так что, э, как видите, всё здесь достаточно, э, индивидуально, поэтому я надеюсь, что какую-то пишу, если размышления я вам дал, э, э, значит, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok